МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим повышенной готовности ввели в краевой столице из-за обрушения дымовой трубы на старейшей теплоэлектроцентрале города. Напомним, авария на ТЭЦ-2 произошла накануне вечером. В результате инцидента никто не пострадал, но обломки повредили оборудование для подачи угля. В результате в квартирах горожан существенно похолодало. Как долго будут длиться восстановительные работы, узнавала Валентина Аскерова. У нас на ТЭЦ труба только сейчас влупила. Я думаю, что за грохот. Железобетонная дымовая труба в центре обезглавлена уже сутки. Конструкция преклонного возраста 59-го года постройки частично обрушается минувшим вечером. Жертв удается избежать, но обломки повреждают систему подачи тепла. Нагрузку с ТЭЦ-2 частично перебрасывают на резервные тепловые источники, на ТЭЦ-3, на районную водогрейную котельную. Из-за такого экстренного переформатирования потребители теряют в качестве предоставляемых услуг. На период переключения, безусловно, имеет место быть потеря качества, потому что за ночь мы переключили довольно большое количество потребителей на другие источники. В период переключения, безусловно, может быть потеря качества. Сейчас режим стабилизировался, и мы думаем, что потребители это почувствуют. 90 тысяч жителей города по-прежнему зависят от работы ТЭЦ-2. Это половина от общего числа потребителей. От нее запитаны тысячи многоквартирных частных домов, десятки детских садов, школ и больниц. Чтобы полностью восстановить работоспособность, ТЭЦ-2 потребуется до четырех суток, поясняет технический директор СГК. А вот дальнейшая эксплуатация раненой трубы под большим вопросом. Ремонт сейчас будет стоить размером с ее сносом. То есть, думаю, что в дальнейшем эта труба эксплуатироваться не будет. То есть, останется две трубы у ТЭЦ? С большой вероятностью – да. Мы сейчас перенесем котлы, которые работали на эту трубу, на другие трубы. Эту трубу, скорее всего, ликвидируем. Причины инцидента сейчас выясняются. В социальных сетях уже делают выводы, что якобы не хватило денег на своевременный ремонт. Руководство компании опровергает эту информацию. Это не те деньги, которые надо было бы как-то, ну, так скажем, экономить. Ремонт домовой трубы в рамках ремонтного фонда – ну, это действительно небольшие деньги. В рамках 400 миллионов это составляет, ну, если без покраски, то порядка там 5-10 миллионов рублей. Это вот такие вот рамки. А между тем, аварии на ТЭЦ уже заинтересовалась прокуратура. Специалисты ведомства также проверят, обеспечены ли потребители должным теплом и горячим водоснабжением. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Поводок на Алтай добрался до жилых домов. Согласно последним данным спасателей, в селах Поспелехинского и Петропавловского районов оказались потоплены 9 домовладений. Размыло 111 приусадебных участков и 6 местных дорог. В целом, обстановка с половодием на Алтае продолжает осложняться. Всего в зоне риска порядка 17 населенных пунктов в 9 районах края. Основной удар пришелся на юг региона. Спасатели продолжают мониторить ситуацию с воздуха. На реке Чурыж Краснощоковского района проведены взрывные работы. В Краснощоковском и Шипуновском районах устанавливают водоналивные дамбы. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных участков. Кризис, сохраняющийся неблагоприятным прогнозом развития поводка обстановки, в край прибыла аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра. Дополнительный центр МЧС направлен в Бийские и Краснощоковские районы. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Трагедия, унесшая жизнь 12-летней девочки, произошла в Рубцовске. В выходные в пабликах города появилась информация о том, что ребенок свела счеты с жизнью после общения с представителем администрации лицея «Эрудит». Сегодня на месте работает моя коллега Анастасия Дороган. Ей слово. Здравствуйте, коллеги. Да, новость действительно шокировала учеников образовательного учреждения и их родителей, но подробностей пока немного. Так, со слов учеников, причиной трагедии мог стать видеоролик. Ученики пролили на порту корректор и снимали видео о том, как оттирают это средство. Затем этот ролик выложили в социальную сеть. Точно известно, что погибшая девочка его не выкладывала, но она могла его снимать. Возможно, именно поэтому девочку и ее маму вызвали на разговор с завучем. И вечером того же дня девочки не стало. А вот эта история, что она вызывала ее маму и все в слезах вышли. Нет, это неправда. Там не ругали, ее просто допросили. А мама, получается, расплакалась, что много стала проводить в телефоне время. В социальных сетях звучала версия, что причиной трагедии могла стать передозировка лекарств. Другая точка зрения, что девочке действительно стало плохо. Так и есть голосовое сообщение девочки-маме. В нем она жалуется на резкое ухудшение зрения и в целом плохое самочувствие. Эта новость, особенно за выходные дни, стала главной новостью Алтайского края. Сегодня в Рубцовске работала уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева. Она встретилась с родителями учеников образовательного учреждения, поговорила с ними об атмосфере внутри лицея и рассказала о том, что возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Подробности в завтрашнем эфире. И это не последнее ЧП, которое произошло в крае в выходные. В Барновле рухнуло дерево и насмерть придавило мужчину. Произошло это накануне в индустриальном районе. По словам местных жителей, тополь-убийца уже несколько лет представлял опасность и нуждался в санитарной рубке. Наша съемочная группа побывала на месте трагедии и попыталась выяснить, почему тополя опасны не только для аллергиков. Проходил мужчина и его убило. Убило вот этим тополем, который упал. Вы представляете, ужас какой. Спиленное дерево, кровь, мешок, которым накрыли тело погибшего, так и остались лежать на земле. Напоминая о трагедии, около пяти вечера в спальном районе города произошел несчастный случай. Тополь упал и придавил человека. Мужчина 1961 года рождения скончался. После трагедии один из подписчиков выложил в социальную сеть фотографию. На ней то же место, то же дерево. Только вот фото сделано в 2015 году, и люди уже тогда жаловались на то, что дерево разламывается и клонится вниз. По факту случившегося, следователи организовали доследственную проверку. Сейчас они выясняют, в чьей зоне ответственности территория, где рухнуло дерево. Районной администрации или же управляющей компанией. Но пока идет проверка, жители Суллимы стали бояться ходить по улицам. Эти тополя, их надо все сейчас убирать полностью. Потому что вы видите, что это ненадежно. Вот эти ветки, которые растут от вершины срезанной, они под действием ветра, они даже без действия ветра иногда падают. Понимаете, это очень опасно. Березы, вот они так не падают. Тополя не выносят вот этой тяжести своей. Поэтому я считаю, что у нас на Суллиме надо обязательно сейчас... Вот смотрите, над школой, вот около школы какие-то поля стоят. Что самое страшное, рядом с деревом убийцы находится детский центр и школа. Благо, вчера был выходной, занятий не было. А то дерево могло бы упасть и на ребенка. Вам не страшно детей сюда приводить? Да, мы там не ходим, поэтому в принципе нет. Ну, я не знаю, бывает такое везде по городу, особенно если ветер. А ветер для падения тополя особо и не нужен. Эти деревья могут обрушиться и без воздействия из вне, поясняют биологи. Что касается тополей и что касается клёна, который у нас по всему городу растет, они занесены в черную книгу Алтайского края. То есть тополя чем опасны, они когда достигают своего предельного возраста, они очень ломкие. Причем снаружи тополя выглядят предельно здоровыми, а внутри гниют. Выход, поясняют биологи, проводить правильную омолаживающую обрезку. Кстати, Никита Колесников лично знаком с несколькими семьями, которые потеряли родственников из-за падений тополей. Остается надеяться, что после проверки следователей будут сделаны выводы, которые помогут остановить печальную статистику. Валентина Аскирова, Николай Шилко. День с толком. Серьезное ДТП случилось тоже сегодня. На Змеиногорском тракте напротив дома номер 49 столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Водитель маршрутки отделался испугом и предстоящим общением со страховой компанией. Пассажиров в салоне не было, а сам он не пострадал. Водитель легкового автомобиля и его пассажирка госпитализированы с тяжелыми травмами. Как говорят очевидцы, пострадавшие оказались зажаты в автомобиле, а подушки безопасности не сработали. Он выскочил перед КАМАЗом. КАМАЗ поворачивал туда налево. Он должен был вообще-то пропустить всех, но он этого не сделал. На помощь сразу же пришли прохожие, которые попытались вытащить водителя и женщину-пассажира из искореженной машины. Однако у них ничего не получилось. Пришлось дожидаться МЧС и пожарных. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи. По предварительным данным, виновник аварии. Водитель легкового автомобиля, так как он, выехал навстречу. Сотрудники МЧС до сих пор продолжают работать на месте пожара, который произошел в Барнауле вечером в пятницу на Власихинской 177. Возгорание уже назвали самым крупным в городе за последние годы. Во-во-во, вот так, ага, ага, вот так, все. Помещение более 4000 квадратных метров. На площади 1200 квадратных метров по районам подразделения была применена локализация пожара. Силы и средства пожарных охраны работают по повышенному уровню пожара. Информация о возгорании на складе поступила в 9 вечера в пятницу. Пожар ликвидировали 150 человек. На месте работали 49 единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Как сообщают в МЧС, тушение осложняла большая пожарная загрузка. Известно, что в помещении хранились товары из пластика, продукты, электроприборы и кислородные баллоны. Причины пожара еще предстоит выяснить. Как и сумму ущерба. Уже понятно, что это сотни миллионов рублей. Точные цифры будут известны позже. Отметим, что на сайте компании, которая владеет сгоревшим складом, помимо прочих преимуществ, отмечают полное соответствие нормам пожарной безопасности. Труд до полного изнеможения. Голод и пытки все это пришлось пережить тем, кто во время Великой Отечественной войны был в фашистских концлагерях. Накануне, 11 апреля, отмечался Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В Алтайском крае таких людей осталось 215. 90 из них живут в Барнауле. Анна Рашагирова продолжит тему. Это 14 лет. Маме здесь 14 лет. Это вот когда началась война. Жизнь прошла, а ничего не забывается, говорит Мария Васильевна. Боль не утихает спустя даже 80 лет. Она все еще помнит, как тогда, в 41-м, маленький запорожский поселок оккупировали фашисты. Отца и старшего брата забрали на фронт. С тех пор вся семья с четырьмя детьми жила в страхе. Это было 3 марта 43-го года. На рассвете пришли полицаи, немцы, немец с ними, с собаками. И мне приказали одеваться, и меня забрали из дома. Вот в чем, что я одела на себя. Мама там мне кусочек какой-то сунула хлеба, с ней стало плохо. У коменданта девушка поняла, домой она вернется не скоро. После трех недель в тюрьме, где почти не кормили, ее сотнями других жителей поселка отправили в Польшу. Несколько дней ехали стоя. В вагонах, предназначавшихся для перевоза скота. Привезли нас в город Шнайдемель. Идем мы по улице. На тротуарах стоят люди. Ну, молодежь и это. Бросали в нас камни. Плевали на нас. Думала, плакать не буду уже. Месяц в концлагере на всю жизнь запомнился деревянными нарами, голодом и холодом. Уберегла ее от этого случайность, как говорит Мария Васильевна, притом счастливая. Немецкая семья забрала ее к себе. Работать. Два года надоила коров, кормила дворовую живность, иногда деля с ними похлебку. И ждала, когда уже придут наши. Глаза подняла, а там бежит принек, шапка и звезда на нем, звездочкой. Я соскочила и прямо на него кинулась. Он оторопел. И отрывает мои руки, говорит, ты кто, ты кто? Я говорю, да я украинка. Когда в Польшу пришли советские войска, Маша стала работать в комендатуре. Здесь она встретила не только победу, но и будущего мужа. Он оказался бичанином. Так Мария Васильевна и оказалась на Алтае. 11 апреля для нее особенный день. День освобождения таких же, как и она, узников нацистских концлагерей. Правда, в этом году Мария Васильевна не смогла возложить свою гвоздику на мемориал. В 94 года подводит здоровье, но не память. Анна Рашигирова, Артем Гусельников, Андрей Печоркин, Николай Шелко. День с толком. На этих выходных сотни жителей Барнаула устроили себе тотальный диктант, как и жители 60 стран мира. Помимо того, что в этом году диктант разрешили провести в очном формате, пусть и с некоторыми ограничениями, организаторы подготовили участникам акции «Сюрприз». Подробнее в сюжете. Лева нарезался стремительным, в какой-то момент шепнул на несмолкающего тамаду. Они разного возраста и образования, но каждый пришел узнать, а не забыл ли он русский язык. Тотальный диктант из-за пандемии прошлой весной пришлось отменить. В этом году в разных форматах, в онлайн и офлайн, к акции присоединилось 60 стран. Забываются правила пунктуации, орфографии. Когда ты только говоришь по-русски, ты не пишешь, ты забываешь. У Вероники с этим явно нет проблем. Тотальный диктант она пишет уже в пятый раз и, как всегда, с волнением. Я в первый день регистрации успела занять место в самой лучшей локации. Это Шишковка. Она считается всегда самая приоритетная площадка в Барнауле. То есть вы прямо мониторили его? Да, да. В былое доковидное время тотальный диктант в Барнауле проводили на нескольких площадках. В этот раз их было всего две. В Шишковке и в Ранхиксе. Да и этот зал в библиотеке раньше вмещал около 100 участников акции. Сейчас, в период пандемии, число мест сократили до 25. Остальным жителям Барнаула пришлось писать диктант онлайн. Желающих, конечно, было гораздо больше на самом деле, потому что регистрация по предварительной записи на сайте тотального диктанта осуществлялась. И в первые два дня полностью площадка была уже заполнена. В этом году текст для тотального диктанта написал журналист и писатель Дмитрий Глуховский. Он известен читателям по серии книг «Метро». В этот раз впервые участники акции перед тем, как написать диктант, сначала увидели его. Короткометражный фильм «Обещание» – экранизация самого текста. И он даже заставил кого-то в зале всплакнуть. Получилось, что текст тотального диктанта для меня очень личный и немного исповедания. А ты скоро он не трожит. Сложно сказать, был ли текст диктанта сложным. Здесь все индивидуально, но над знаками пунктуации явно пришлось поломать голову. Тут даже главное не как в школе, там двойку не получить, а получить именно пятерку. А самое главное, что прийти на площадку и без зажимов, без стеснения поучаствовать в таком празднике, для всех праздники русского языка. Результаты диктанта как тест на ВИЧ анонимны. Свою оценку и ошибки все участники акции смогут узнать уже в ближайшие дни на сайте тотального диктанта. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. Болельщики хоккейного клуба «Динамо Алтай» запустили в интернете флешмоб с просьбой выделить их любимой команде деньги для участия в высшей хоккейной лиге А. Реально ли исполнить мечту болельщиков и с каким счетом завершился матч фанатов против их кумиров на льду «Титофарены»? А именно этим противостоянием закрывали хоккейный сезон в нашем видеосюжете. Это кадры с домашних игр «Динамо Алтай». Полные трибуны болельщиков. «Титофарена» в играх плей-офф собирала по 4 тысячи на каждую встречу. Сами хоккеисты отмечали, побеждали в том числе благодаря мощнейшей поддержке. Но красноярские рыси не дали нашим пройти дальше. Болельщики расстроились, однако горевали недолго. С удовольствием вышли на лед, чтобы сразиться с кумирами. Правда, места в команде хватило не всем. У меня очень дикое желание поиграть в конце сезона, уже второй год, за команду болельщиков. Я найду обязательно способ, как попасть в команду болельщиков. Это сближает как-то родной город, родная команда. Я думаю, это подпитывает интерес к следующему сезону также. Те, кому все же удалось составить конкуренцию команде мастеров, оказались под крылом министра спорта Алтайского края. Алексей Перфилев играл под 14-м номером. Отметил, что такие матчи идут на пользу обеим противоборствующим на льду сторонам. И хоккеистам, и болельщикам. Ведь, по сути, они одно целое. Это и традиция, это и популяризация, видите. Люди на трибунах, значит, все правильно. Хорошее мероприятие два года назад, кстати, поменьше было. Значит, правильный сезон. Все правильно делаем. Да больше людей должно быть и на трибунах, и на площадках. Все нормально будет. Нормально все было и с голевыми моментами. Причем не только со стороны профессионалов. К началу второго периода счет на табло был 4-2 в пользу Динамо Алтай. За следующую 20-минутку команда болельщиков смогла забросить еще три шайбы. Но выиграть матч им так и не удалось. Счет по итогам матча 8-5 в пользу профессионалов. Степан Жданов, капитан Динамо, остался доволен игрой тех, кого обычно видят лишь в секторе ледовой арены. В целом, хорошо преданные люди хоккею вышли, поиграли с нами в хоккей. Нам приятно, я думаю, им тоже. Все довольны. Когда эти две команды встречаются, это важно. Это уважение друг к другу. Я считаю, это прекрасное мероприятие. И мало в каких командах такое проводится. А между тем, болельщики запустили в интернете флешмоб с просьбой выделить деньги их любимой команде для участия в высшей хоккейной лиге А. Действительно, все хотят. Вот в этом все хотят. Сейчас надо немножко разобраться. Потому что болельщики, конечно, уже давно заслужили. И были непростые времена раньше, когда, наверное, заслуживали. Но были какие-то обстоятельства, которые все время мешали. Сейчас уже на кончике пера это решение. На сегодняшний день вопрос о переходе «Динамо Алтай» в ВХЛА остается открытым. По словам капитана команды Степана Жданова, более точная информация появится в мае. Артем Гусельников, Николай Шилко. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Продолжение следует...